После завоевания Смоленской области в октябре 1941 года немецкие оккупанты установили там новый порядок. По циничному плану руководства Германского рейха, местное население на этой территории должно было быть сокращено, а оставшаяся часть германизирована. Всех, кого можно было использовать, немцы принуждали к непосильному рабскому труду. В сельской местности появились помещики, во владение которых передавалась вся колхозная земля с проживающим там населением. Для крестьян был установлен непосильный каторжный труд, от которого они массово умирали. Те, кто не собирался подчиняться нацистам, просто уничтожались. Также немцами ликвидировались все культурные сооружения и заводы, которые нельзя было бы использовать для военных нужд. Одной из программ немецкого руководства был вывоз здорового трудового населения в Европу для рабского труда на предприятиях Третьего Рейха и в качестве прислуги для господ. Для этого немцы старались массово вывозить молодых крепких людей и подростков. Чтобы спасти от немецкой политики хотя бы детей, партизанами несколько раз предпринимались попытки по выводу их мелкими группами через линию фронта, но этого было мало и требовалась масштабная операция, которую и провели в июле 1942 года. Инициатором этого похода был Никифор Захарович Коляда, который еще в июле 1941 года был направлен в Смоленскую область для организации партизанской борьбы. Его все знали под псевдонимом Батя. На Смоленской земле в тылу врага он создал несколько отрядов, которые в мае 1942 года освободили от немцев 230 населенных пунктов. Выводить детей из оккупации поручили 23-летней вольской Матрёне Исаевне, которая до войны работала учительницей в начальной школе в деревне Басино Духовщинского района. Матрёна Исаевна в ноябре 1941 года ушла в партизаны, где она была разведчицей. В 1942 году она участвовала в боевых действиях и была награждена орденом Боевого Красного Знамени. По первоначальному плану партизаны хотели перевести через линию фронта и вывести за Урал около тысячи детей. Они обследовали вероятные пути проходов через линию фронта, составили карты заминированных участков и обратились за помощью к регулярной армии. Детей решили выводить на станцию Торопец, который отбили у немцев в январе 1942 года. Саму же эту операцию держали в строжайшей тайне. Со всей Смоленской земли скрытно стали собирать детей и переправлять их в деревню Елисеевичи, которая находилась под контролем партизан и где размещался духовщинский райком партии. Партизаны собрали около двух тысяч детей, некоторых из них приводили родственники, многие были сиротами, а кого-то даже удалось отбить у немцев. 23 июля колонна детей под руководством Больской Матрёны двинулась в путь. Идти предстояло чуть более 200 километров по лесистой и болотистой местности, постоянно маневрируя и меняя маршруты. Больской помогали в этом походе медсестра Екатерина Ивановна Громова и учительница Варвара Сергеевна Полякова. Также подростки, которые были постарше, следили за лошами. По дороге к колонне дополнительно присоединялись группы детей из сожженных деревень и сел. И к станции Торопец женщины вывели уже 3240 ребятишек. Дорога была трудной. Матрёне Исаевне тяжело было справляться с таким количеством детей, но она делала все возможное. Плюс ко всему, она в этот момент была беременна. Еда, которую взяли с собой дети, скоро закончилась. Им приходилось питаться ягодами, заячьей капустой, подорожником и одуванчиками. Колонна двигалась очень медленно. Обессиленным детям тяжело было идти. Они еле передвигали ноги и постоянно спотыкались и падали. Во время похода колонна растягивалась на несколько километров. Но больше всего дети страдали от жажды. Все колодцы в деревнях были отравлены немцами, а в водоемах плавали трупы и брать из них воду тоже было нельзя. Больская, каждый день оставляя детей на привале, уходила в разведку на 10-15 километров вперед и только после того, как убеждалась в безопасности пути, возвращалась и поднимала детей. Линию фронта они пересекали через болото в районе деревни Слобода. В болоте должна была быть Лежневка, но ее обнаружили и разбомбили немцы. Поэтому детям пришлось идти через топи. В этом им помогли два местных проводника. За все время пути дети несколько раз были близки к смерти. 25 июля в 5 часов утра колонна пришла в деревню Жеруны. Как раз в этот момент немцы, которые находились на расстоянии в 15 километров, начали обстрел деревни из артиллерии. Уставшие дети в последний момент успели убежать в лес и по счастливой случайности никого не убило. 27 июля дети опять попали под обстрел в деревне Ильино. Там их должны были накормить и дать возможность передохнуть. Но когда колонна подошла к деревне, они увидели зарево пожарища и взрывы. Деревню бомбили. Несколько бомб упало на дорогу прямо перед колонной. Детям снова пришлось спасаться бегством и прятаться в лесу. Из-за того, что колонна растянулась на несколько километров, задние отряды не сразу поняли в чем дело. Больской пришлось бежать назад и сворачивать детей в лес. После этого опять пришлось менять дорогу. 28 июля дети, измученные жаждой, вышли к реке Западная Двина. Взрослым, как они ни старались, не удалось остановить детей, которые бросились к воде. Бегущие по полю дети были хорошо видны издалека и как раз в этот момент появились три немецких самолета. Они открыли огонь из пулеметов по бегущим детям и ранили одну девочку. Но большой трагедии, которая могла бы случиться, опять не произошло. Дети снова укрылись в лесу, а самолеты, сделав еще один круг, улетели на запад. 29 июля навстречу колонне выехали 4 полуторки, которые были посланы Красной Армией для помощи детям. 200 самых слабых из них отправили на машинах на станцию. Остальные же добирались еще три дня и 2 августа измученные и обессиленные дети пришли на станцию Торопец. Весь их путь занял 10 дней. Но приключения на этом не закончились. В ночь с 4 на 5 августа за детьми пришел состав. Их погрузили в вагоны, на крышах которых были нарисованы эмблемы Красного Креста и большими буквами написано слово «Дети». Но немцев это не останавливало. Два раза они пытались разбомбить этот эшелон и оба раза нацистских стервятников отгоняли от поезда наши летчики, которые прикрывали отход детей. Была еще и другая проблема. Дети быстро слабели, их вымотала дорога и еды в только что освобожденной местности почти не было. Их накормили всего несколько раз за 6 дней пути. 15 самых обессиленных ребятишек пришлось оставить в Ярославле. И понимая, что детей до Урала живыми не довезти, Матрена Исаевна разослала телеграммы в разные города с просьбой принять детей. Это смогли сделать только в Горьком. 14 августа ранним утром администрация города Горького вместе с врачами и волонтерами встречали ценный состав на станции. Дети имеют ужасный вид, совершенно не имеют одежды и обуви. Было записано в акте приемки. Приняли от Вольской 3225 детей. Их всех распределили по школам города. Кто-то после войны вернулся на родину, а кто-то так и остался жить в Горьком и его окрестностях. После войны к Матрёне Исаевне приехал ее муж, который также партизанил в отряде бати. Они до конца жизни жили в селе Смольки в городецком районе, где Матрена Вольская работала в средней школе. С теми, кого она вывела из смоленских лесов, она встретилась только в 1977 году. История эта малоизвестная, и информации по ней не так уж и много, поэтому возможны в этом рассказе какие-то неточности. В 1990 году была написана книга «Операция дети», в которой описывался подвиг Матрены Вольской, но найти ее практически невозможно. Поэтому пишите в комментариях, кто что знает про этот подвиг смоленских женщин. Я же с вами прощаюсь и до новых встреч. Пока!